Радио 54 Форум носит такую социальную проблематику, социальный контекст, нужно разобраться самому в этой теме, нужно понять, как это касается молодых людей, через какие методы донести, допустим, что такое культура мира, через какие упражнения, это не всегда существует, иногда это с нуля нужно делать. Как предугадать с темы, будет пользоваться успехом или нет? Вы знаете... Вообще, на основе чего вы определяете темы? На основе жизни, я не знаю, как правильно ответить. В прошлом году, например, у нас была тема язык вражды и буллинг, мы взяли за основу кейс, который произошел в Барабинский случай, когда молодой человек открыл стрельбу в колледже. Казалось бы, по новостям всегда это очень далеко от нас происходит, но вот произошло в Новосибирской области, это значит, что это актуально и значит, что буллинг в школах и в колледжах существует тоже. В Новосибирской области непосредственно, где-то там в Америке, в Европе и так далее. И мы взяли за основу этот кейс и, собственно, взяли тему язык вражды и буллинг и работали над ней. А почему мы взяли тему культура мира? Это продолжение, на самом деле. У нас в позапрошлом была тема межкультурный диалог, в прошлом году язык вражды и буллинг, в этом году культура мира. То есть про регион-то в целом каждый год работает по направлению... Социальная проблематика. ...мира, дружба и жвачки. Ну да, мир, дружба, жвачки, да, но в таком, знаете, не очень инфантильном формате. Ну это мой стиль ведения программы, простите за формулировки. Мы основываемся просто на жизни, мы смотрим, что происходит в социальных сетях, какую информацию публикуют медиа вообще, да, сейчас какой определенный информационный накал идет и так далее. И основываем свой выбор вот только на этом. Я даже не знаю, как конкретнее сказать. То, что происходит в обществе, собственно, за то и беремся. Кроме как просто в формировании личности, это как-то помогает участникам? Вот что стало с первыми участниками про регион? Ну с первыми, на самом деле про регион-то проходит уже 21, ну как минимум выросли уже. А с того момента, как я стал программным директором, что происходит с участниками? Они возвращаются на места, собственно, откуда приехали, малые города и села. У нас на каждом форуме есть не только вот тренинговая часть, да, где есть теория, в перемешку с практикой, с упражнениями, но есть и проектная часть. Когда участник получил знания, получил навыки, получил понимание, самое главное, что такое культура мира или что такое язык рожды в прошлом году, да, у нас есть проектная часть, где мы переносим, собственно, это понимание в проекты. Что они на местах, в тех территориях, где они живут, в тех сообществах, организациях, в которых они состоят, как они могут, собственно, решить проблему, ну либо продвигать эту тему как ценность, допустим, тему культура мира. В прошлом году у нас был проектный хакатон, когда мы объединяли участников, у нас было 32 группы, 32 проектные группы. И, собственно, по итогам хакатона появилось 32 проектные идеи. Часть из этих идей была реализована, это, допустим, разные театральные технологии в школах, где ребята через театр показывали, как люди сталкиваются с ситуациями буллинга, как из них можно выходить, когда зритель предлагает решение, становится актером в этом театре. Были разные лекционные часы в школах, были идеи, связанные, ну, очень были разные креативные, конечно, многие идеи требуют больших финансовых положений, но самое главное, что ребята видят, что через это можно работать. Были идеи, связанные с агит-автобусом, были идеи, у нас была часть участников, которые играют, геймеры, в общем, и в Новосибирске есть клуб, есть, ну, скажем так, фестиваль, в общем, конференция, где они все собираются. И ребята на этой конференции рассказывали, проект был о том, что они, собственно, расскажут о буллинге, потому что, оказывается, в онлайн-играх это тоже бывает, когда люди в чатах начинают, собственно, друг друга оскорблять, настраивать других игроков против одного и так далее. И ребята, собственно, увидели, что это тоже для них проблема и сделали проект. Поэтому, что... То есть, тема форума уходит в народ в виде проектов? Да, да, да. Часто не все реализуются, конечно. Чупальца добра, как бы, они распространяют. Не все проекты, к сожалению, реализовываются, но это нормально. Те, кто готов, те, кто действительно стали носителем и заразились, те реализовывают. И еще привлекают своих друзей, собственно, коллег, местное сообщество к этой теме тоже. Ну, у вас, как у программного директора, какая часть программы самая любимая? Когда вы уже со всеми прощаетесь? А, не, дискотека! Не, на самом деле, когда дискотека или вечерняя культурная программа, тренеры готовятся к следующему дню. Поэтому это не любимая часть. Да, это не любимая. Самое любимое – это тренинг, потому что я тренер, темы, ценности, которые я разделяю, и мне нравится с этим работать и, собственно, доносить до других людей. Какую тему вы будете? У нас, собственно, все тренеры работают по одной программе, то есть тема «Культура мира» есть полтора дня. Но каждый тренер что-то, все равно, какую-то одну узкую тему, да? Нет, нет, нет. Каждый участник, мы делим 350 участников, 12 тренеров. Мы их делим на 12 групп, и 12 групп параллельно работают, используя одни и те же методы, темы, формулировки. Ну, понятно, у каждого тренера свой стиль ведения, и только в этом мы отличаемся. Но говорим на одном языке, но и об одном и том же. Ну, и если можно, Ёмко, по актуальности и уникальности, как удается сохранять ее? Потому что количество форумов с каждым годом увеличивается. Ну, уникальность форума молодежи на Сибирской области в том, что, первое, это все-таки тема является социальной проблематикой, потому что все-таки другие форумы, они больше о творчестве, о волонтерстве, о бизнесе и так далее. Здесь мы говорим о насущном, о том, чем человек сталкивается к повседневным. В онлайн-жизни, либо в реальном. Широта участников просто больше, да? Получается, это интересно каждому молодому человеку. Мы так и в инфопаке пишем, что участниками являются молодые люди, проживающие на Сибирской области, независимо от культурного происхождения, от какого-то пола, в общем, социального статуса и так далее. И плюс уникальность в том, что неформальное образование взято за основу разработки программы. Когда участнику не говорят в лекционном формате, не читают, в общем, да? Без назидания. Да, а обучение через опыт происходит, через взаимодействие, через активность. Супер, спасибо вам большое. Коротко, ясно и по делу. Но это еще не все.